Привет, ребята! Мы тут с Владиславом встретились, он приехал ко мне в гости. Мы сейчас просто на Бали живем и решили искупаться в бассейне. Ну, я вот так вот сижу сейчас, пью чай с Владиславом, говорю, слушай, что там у тебя сейчас новенького? Он говорит, ну, антикаша запускается. Я говорю, зачем? Зачем она нужна? И вот сейчас, чтобы Владислав сразу ответил и вам на этот вопрос, мы его послушаем. Привет! Привет! Всем привет, уважаемые зрители! Антикаша – это проект, который призван помочь людям убрать кашу в голове, убрать неясность в их целях и помочь им сконцентрироваться только на том, что действительно для них важно. Ведь сегодня для каждого из нас информация, она является такой некой пищей. И кто-то этой пищей в буквальном смысле слова обжирается до тошноты. Информации настолько много, что человек становится плохо от этой информации. Возникает стресс, возникает чувство вины и все остальные вытекающие последствия, которые могут человеку вредить в прямом смысле слова. Для того, чтобы вот этой каши не было, мы помогаем всего лишь за три простых шага эту кашу убрать. Мы сделали три простых занятия по 45 минут. Наше отличие заключается в том, что мы сразу даем результат. То есть мы не даем домашних заданий, они не нужны. Сразу на занятии человек получает результат. На первом занятии мы очищаем рабочее пространство. В первую очередь это компьютер, так что большинство файлов хранится у нас на компьютере. Во вторую очередь на втором дне мы очищаем почту от всех ненужных рассылок, ставим необходимые информационные фильтры. И на третьем дне мы корректируем цели. Во-первых, рассказываем о том, как правильно цели поставить по определенной методике и как их гарантированно достигать в режиме автопилота. Не так, чтобы ты каждый день парился над целями, а чтобы ты создал для себя такие условия, чтобы цели сами за тобой шли, а не ты за ними. Чтобы быстрее процесс зашел. Хорошо. То есть по сути это нужно людям, которые чувствуют, что им нужно вроде бы что-то много всего сделать, но они много чего не успевают. И у них вот выглядит процесс работы такой. Они садятся, что-то начинают читать, смотреть, уже проходит час, два, три, а вот и ныне там. Ну да, да. Типа того. Просто самая даже главная штука не в том, что они вот читают два, три часа, а вот и ныне там, а в том, что они карабкаются по лестнице, а она не представлена ни к той стене. Они читают книжку, а она для них сейчас не нужна. Да, она, возможно, для них полезна и интересна, но в будущем она им не дает результат. То есть я это сравниваю, ну, как бы на простом обычном примере, да. Словно говоря, вот у тебя там девушка сейчас беременна, и ей нужно... Нет, я просто пример привел. И ей сейчас нужно изучать информацию и получать, да, о том, как правильно там плод вынашивать, о том, как правильно рожать. А она книжки читает о том, в какую школу ребенка отдать, да, или о том, как сохранить, там, я не знаю, или избавить ребенка от вредных привычек. Такая она еще не родила, еще период подготовки, информация сейчас важна, как родить, а не о том, в какую школу отдать. И вот часто люди заблуждаются. А из-за чего? Потому что у них четко цели не сформированы, и они перепутывают этапы. То есть, условно говоря, они хотят вырастить, там, яблоко, да, и вместо того, чтобы сейчас изучать информацию о том, как зарыхлить фундамент, посадить зерно, они изучают то, как обработать их от вредных насекомых. А у них еще и фундамент не зарыхлен, у них еще и зерно туда не посажено. И вот, собственно, антикаша признана как раз помочь людям разложить свои знания по полочкам и начать их превращать в результат сразу, быстро и при этом видеть приятные плоды. А смотри, а целевая аудитория – это те люди, которым конкретно это надо. То есть, это инфобизнесмены, бизнесмены, это мамочки, папочки, вообще-то кто это? Это, в первую очередь, начинающие предприниматели, которые создают свои бизнесы, потому что на начальных этапах кашу в голове хоть отбавляй. Сам, наверное, помнишь, сам, наверное, знаешь. Но, в вторую очередь, это те люди, которые занимаются личностным ростом и развитием, ставят для себя постоянно новые цели, новые вызовы. То есть, это люди, которым небезразлична своя жизнь, небезразлична жизнь своего окружения, своего будущего поколения, и те, кто просто хотят сделать для себя такую некую профилактику. Ну, вот, условно говоря, вы дома убираетесь, когда у вас накапливается грязь, мусор, пыль, и такая же грязь, мусор и пыль в информационном только виде накапливаются у каждого из нас в голове. И когда мы делаем вот такую ментальную прочистку, то мы как бы обновляемся, мы начинаем видеть по-другому все свои цели, и мы начинаем более эффективно действовать, ускоряться. Потому что нету лишних пыгратов. Да. Потому что на все действительно нужна энергия, и у вас есть вироб в голове мыслей, это тоже энергетический ресурс у вас тратится, а когда вы все оптимизируете, получается очень круто. Может, какие-то советы, такие фишечки вытащишь из тренинга такие, инсайдерские какие-то, и скажешь там пару, троечку хотя бы, или там один, если не жалко. Чтобы люди приблизительно поняли, что их ждет. Ну, в первую очередь ждет расчистка рабочего стола. Это, в принципе, могут даже сделать после интервью. Просто возьмите на своем рабочем столе, создайте папку «Разобрать сегодня» и скиньте туда вообще всю информацию. У вас, в первую очередь, очистится рабочий стол. Каждый значок на вашем рабочем столе – это дополнительная, ну, я не знаю, как присоска к вам, дополнительная пиявка. Вот вы подходите к рабочему столу, и каждый значок, каждая иконка из вас энергия начинает тянуть. И у вас, как бы, взгляд начинает рассеиваться, концентрация падает. И в первую очередь, то, что я рекомендую вам сделать, это скинуть их в одну папку, и после этого уже начать разбирать, да. То есть у нас, как бы, я в рамках интервью не смогу раскрыть все системы. То есть надо вот быть на тренинге, надо проходить, и вместе с нами это все сразу под нашим руководством внедрять. И после этого мы уже, как бы, делаем, из этой папки начинаем, ну, как бы, делать структурирование. Мы начинаем раскладывать по полкам всю информацию, которая нам нужна в данный момент. Мы начинаем выбрасывать ненужное, и мы создаем для себя такие некие информационные щиты. То есть первый шаг к информационному щиту – это понять, что такое релевантность. Это как раз то, о чем я и говорил несколько минут назад. Человек изучает информацию, которую ему кто-то посоветовал, ему кажется, она прикольная, он этого человека уважает. Но при всем этом уважении к человеку, эта книга сейчас по факту этому человеку не нужна. Вот, ну, у тебя, например, в бизнесе тоже бывает, да? Вот ты занимаешься сейчас проектом, а тебе там твои друзья, знакомые, наставники предлагают вот давай это, давай это, давай это. И ты понимаешь, что у тебя поставлена задача, и тебе ее важно завершить до конца, иначе ты не получишь результат. Вот у меня, например, сейчас, да, есть проект, и есть куча всяких различных предложений, искушений, что можно сделать, куда рассылку отправить. Но я точно знаю, что мне сейчас нужно заняться вот именно проектом антикашей, провести правильный пиар, провести сами занятия, и потом уже переключаться на следующие. Вот это как раз релевантность. Вот, в принципе... А ты можешь сказать, результаты, вот, если за собой замечал, когда ты разобрался с кашей в голове у себя, насколько эти результаты в плане, там, денег, может быть, улучшились? Или ты такой четкой, четкой, как бы, границы не видел? Делал, делал. Ну, в два раза в ближайшие три месяца улучшаются результаты. В деньгах? Моих, да. У тебя, у моих, да. Представьте, ребят, да. Каждая антикаша, я ее не только провожу, но я еще и прохожу. То есть, этот тренинг уникален тем, что я людям рассказываю, что нужно делать. Мы с моим коллегой Алексеем Морозовым рассказываем. И сразу же тоже сами это делаем. И для нас это тоже, ну, такая, как бы, точка перезагрузки. Поэтому антикаша – это, ну, такой тренинг профилактический. Те, кто к нам приходили и проходили этот тренинг, они приходят к нам снова и снова, потому что им нравится. Потому что они понимают ценности этого тренинга. Ну, замечательно. Ну, ладно, ребята, у Владислава он скоро совсем произойдет, этот тренинг, да. То есть, поэтому уже время ждать, откладывать некогда. Если вы понимаете, что вам нужно сделать перезагрузку ваших мозгов в плане, там, оптимизировать, ну, убрать лишнее, короче, да, то вы знаете где-то все смотреть. Как всегда, все внизу, в бассейн, там, короче, ссылочка. Приходите, регистрируйтесь, если вы понимаете, что это вам надо. Да, я думаю, вам это точно надо, если вы хотите рост. Все, спасибо. Спасибо. Поплыли. Поплыли. Опа. Поплыли. Продолжение следует...